Все уважающие себя медиа. Самое интересное, что ни один из моих двоих работодателей к таким не относится. Не к уважающим себя, а к тем, кто до сих пор не сделал приложение под iPhone или под другие какие-нибудь платформы специальные. Хотя у телекомпании ВГТРК есть приложение Вести, но в нем почему-то нет моей программы. И потихонечку все делают их. Во всяком случае, ведущие газеты уже все сделали, насколько я знаю, из таких деловых уважаемых. Они, по-моему, еще не очень понимают, зачем они это делают, что им это принесет, и вообще не снижает ли это их прибыли. Но они понимают, что это надо делать. Почему непонятно, но надо. И этим занимаются. Поэтому он постепенно меняется. Все понимают, что люди хотят читать на мобильных устройствах, ту же самую прессу. А вот каким образом это монетизировать, они, видимо, решили решить после. Сначала захватить как-то сегменты и тоже там отметиться, а потом уже будем решать, как мы на этом будем зарабатывать и будем ли. Видимо, конечно же, iPad сыграет свою роль, и вообще планшетники, из-за того, что потихонечку... Ну, единственный формат, который идеально подходит под iPad и под другие планшетники, из ныне существующих, это глянец. Глянцевые издания, они действительно очень хорошо, наверное, туда переформатируются. И у глянца же было такое очень неясное будущее в связи с падением тиражей. Видимо, теперь они будут ориентироваться на iPad, но, опять же, вопрос монетизации, насколько я понимаю, остается открытым. Здесь платная подписка выглядит гораздо более удобно, чем на вебе, потому что можно делать микроплатежи всякие, когда ты скачиваешь приложение, когда ты продлеваешь подписку и так далее. Или сделать приложение с первым номером бесплатным. Я думаю, вообще у меня есть мысль, что большие издательские дома, которые выпускают несколько наименований, рано или поздно придут к тому, что они будут просто раздавать планшетники бесплатно при оформлении подписки на несколько изданий, ну, пакет. Это может быть посредническая фирма какая-то, которая берет, которая подписывает на пакет из разных изданий разных издательских домов, например. Вот. Вполне себе жизнеспособная модель, мне кажется. Сейчас 2011 год. Соответственно, в 2001 году у нас не было смартфонов вообще. Ну, во всяком случае, я даже не помню, когда они появились. Но они появились не так давно, не говоря уж о том, что распространяются приложения и так далее. И сейчас представить, что будет через 10 лет, когда темпы все время ускоряются, темпы развития, мне сложно. Ну, единственное, что я могу точно сказать, что мобильные платформы будут все более и более вытеснять все остальные, потому что люди к ним просто привыкают. Даже не потому, что люди становятся более мобильными, и там они уже не могут сидеть за компьютерами или листать газеты. Это не так. Просто они привыкли. Раньше говорили, вот маленькие экраны, вот мне неудобно пальцем. А все стало потихонечку. И на маленьких экранах научились читать с помощью мультитача или с помощью, я не знаю, видео и так далее, с помощью разбивки по разным сторонам. Ну, как угодно. И точно так же совершенно спокойно, ну, весь вопрос там, сколько живут батареи. Другие вопросы уже технические становятся. То есть люди спрашивают, ну, да, окей, я буду читать так, ну, только сделайте мне чуть удобнее. Вот это чуть-чуть удобнее, оно все больше и больше будет вытеснять традиционные носители. Ну, учебники и так, я так понимаю, уже начинают издаваться для iPad'ов и для других планшетников. Это тоже очень удобно, когда ученикам, студентам не нужно таскать с собой громадное количество книг, не нужно их искать в библиотеке и так далее. Просто достаточно ткнуть в одну из иконок. Это здорово. И мне кажется, с учебниками-то нет как раз такой проблемы, которая с традиционными книгами, особенно у людей, которые родились при только бумажных книгах, вот, и никак не могут перейти. С учебниками нет такой проблемы. Можно учить по стандартным iPad'овским приложениям. Более того, там, конечно, очень удобно с гиперссылками, когда ты шастаешь от одной главы к другой, не перелистывай, не делай закладок, или, наоборот, делай закладки и так далее. Вот, с учебниками как раз здорово. Мне кажется, что рано или поздно мы придем к тому, что бумажные книги никуда не исчезнут. Единственное, что они останутся в качестве, скорее, подарочных вариантов, каких-то презентационных, таких, я не знаю, богатых, корпоративных, ну и так далее. Каких-то специальных. Ежедневная, повседневная книга, когда человек понимает, что полное собрание сочинений Толстого он может получить либо бесплатно, либо там за один доллар, и оно не будет весить ничего, или он будет вынужден таскать с собой Толстенный Войну и Мир или Анна Каренина, то, ну, это выбор, рано или поздно, все равно удобство побеждает.